Добрый вечер. Информационные итоги понедельника. Готовы подвести корреспонденты ОРТ Планета. В студии Оксана Боричева. Коротко о некоторых темах выпуска. Пожар в центре Оренбурга. Дом выгорел полностью. Родители и восемь детей успели спастись. Где теперь жить семье? Дождались. В областном центре приступили к ямочному ремонту. Какие улицы отремонтируют первыми? В юбилей космонавтики с Романом Романенко. Герой России рассказывает оренбургским кадетам о полетах в космос. Выпуск. Начинаем с оперативной информации по паводковой ситуации. Из-за резкого повышения уровня воды в реке Орь поселок Ощебутак находится под угрозой подтопления. По последним данным, река не вышла из берегов, но ситуация может измениться в любой момент. На месте дежурят спасатели. Они переведены в режим повышенной готовности. По данным гидромедцентра, из-за обильного таяния снега на востоке области сразу несколько рек. Всего за сутки прибавили уровень воды на метр. Неблагоприятные специалисты называют и обстановку у поселка Новоорск. И сколько бы не предупреждали экстренные службы, ежегодно весной на реках происходит трагедия. Очередное шокирующее ЧП в Бузулукском районе. Там под лед провалился ребенок. Спасти мальчика не удалось. Все подробности трагедии у Анастасии Матвеевой. Сказали, что мой вперед утонул. Я приехал на машине. Нырял, нырял, искал своего. Потом сказали, что мой в церкви находится. Сын Ивана Максимова чудом остался жив. Восьмилетний Алексей вместе с одноклассником и другом решил пересечь местный пруд. Мальчишки хотели посмотреть на птиц. За несколько метров до берега один из ребят провалился под лед. Вначале друзья пытались вытащить его самостоятельно, но безрезультатно. Там была у меня палка какая-то, то ли они его сами пытались спасать. Я не знаю, никто же этого не видел. То есть, когда я выбежал, мальчишки уже не было. Я не видел. Сергей Салмин первым пришел на помощь к мальчикам. В тот момент он находился на службе в храме Казанской иконы Божьей Матери, что всего в нескольких метрах от водоема. Сам отец троих детей, не раздумывая, бросился на помощь. Сейчас с журналистами он общается неохотно. Говорит, ничего героического в своем поступке не видят. Он успел спасти двух мальчиков. Третьего, девятилетнего Максима, искали всем селом. В том числе и мама погибшего. Ирина очень долго ныряла сама. Папа стоял на берегу. Думали, что спасу. Когда мы уже приехали, уже понимали, что уже был лед. Было очень много льда. Вода была вот здесь открыта только. То есть, что нереально, просто уже не было борьбы на воде. Спасатели отметили, что это первая подобная трагедия в этом году в Бузулукском районе. По словам педагогов, они постоянно рассказывали детям об опасности нахождения на весеннем льду. Сейчас следователи организовали проверку по факту гибели второклассника. Правоохранительные органы совместно с сотрудниками МЧС, Следственный комитет и органы полиции решат вопрос о примировании и поощрении данного молодого человека, который непосредственно спас уже тех двух малышей, которые оказались в этой трудной ситуации. Родители же сказали, что сейчас мальчики находятся в больнице. Они хорошо себя чувствуют, врачи обещают скорую их выписать. Тем временем в селе Сухоречка сегодня прошли похороны погибшего школьника. Анастасия Матвеева, Новости дня. И к другим новостям понедельника. Всемирно известный космонавт и герой России Роман Романенко снова с визитом в Оренбурге. Накануне 55-летия первого полета человека в космос Романенко приехал именно в город, где делал свои первые шаги в авиации Юрий Гагарин. В первую очередь московский гость посетил два кадетских корпуса и пообщался с курсантами. Герой России Роман Романенко был курсантом практически того же училища, только в Санкт-Петербурге. Общение началось с вопроса, кто мечтает стать космонавтом. Откликнулся только один кадет. Но после рассказов о космосе желающих, несомненно, добавилось. Я шел к своему полету, к первому, более 10 лет. И когда я дошел до ракеты, которая стояла полностью заправлена, и вот-вот через два часа должна была со мной улететь в космос, моим экипажем, я не мог, конечно, в это поверить. Я все думал, что я до сих пор нахожусь в каком-то тренажере. В Оренбурге накануне юбилея первого полета человека в космос знаменитый космонавт не случайно. Именно наш город, как принято говорить, дал крылья Юрию Гагарину. И важно то, что именно в преддверии этого праздника мы находимся в одном из лучших учебных заведений Российской Федерации, где до этого было военное училище зенитчиков, а еще до революции это было офицерское казачье училище. То есть на этих традициях готовят замечательных мальчишек. Здесь все создано для того, чтобы вот это поколение кадетов, которые выйдут, были действительно истинными патриотами нашей страны. Здесь и военный патриотизм, здесь и гражданские, здесь все как бы предусмотрено в этой учебной базе. В ходе общения с кадетами герой России рассказал о своей карьере, особенностях жизни и быта на космической станции, о своем первом полете и о традициях космонавтов. На память Роман Романенко оставил ребятам плакат с портретами знаменитых космонавтов и собственным автографом. Для Рабусева, Анна Солодкина, Семен Воробьев, Новости дня. И в продолжении темы не обошел своим вниманием Роман Романенко и настоящие гагаринские места. В Неплюевском кадетском корпусе герой России встретился с курсантами, ответил на их вопросы, а также посетил музей космонавтики. Здесь первый в мире космонавт получал диплом. Он был лучшим выпускником Оренбургского высшего военного авиационного училища. Училища больше нет, на его месте появился Неплюевский кадетский корпус. Здесь хранятся личные вещи первого космонавта. У входа в корпус самолет МиГ-15. За штурвалом точно такой же машины Юрий Гагарин погиб. В преддверии 55-летия первого полета в космос именно сюда в первую очередь приехал российский космонавт Роман Романенко, чтобы пообщаться с кадетами. Эти ребята, вот я с ними сейчас пообщался, они прямо видно в глазах огонек, они готовы просто идти на подвиг, на любой подвиг, готовы совершить тоже такой же подвиг, как и все космонавты. Вот летать в космос, ну, а сейчас начинают с малого, то есть начинают с любви к родине, с военной подготовки. Конечно, в первую очередь ребята интересовали ощущения от полета в космос. Что космонавты едят, чем занимаются на космических станциях, как это все влияет на их здоровье. Визит знаменитого космонавта в Оренбург накануне Большого праздника, событие, безусловно, знаковое. Будет весь мир отмечать 55 лет полету первого космонавта в космос. Конечно, Оренбург, Оренбуржье будет звучать на всех языках, потому что именно здесь, вот в этих стенах, где мы сейчас находимся, в том числе и здесь учился первый космонавт Гагарин. И, конечно, это действительно колыбель космоса. После общения с кадетами Роману Романенко показали музей космонавтики. Уйти просто так герою России не удалось. Дети из экскурсионной группы знаменитого космонавта узнали и никак не хотели отпускать его без коллективного фото. Анна Солодкина, Семен Воробьев, Новости дня. Оренбург же получила шанс стать космической столицей. России внести свой вклад в победу региона может каждый из нас. Кнопку для голосования установили в сквере имени Гагарина возле памятника первому в мире космонавту. В конкурсе название «Космическая столица России» участвуют все города-миллионники, а также территории, которые связаны с именем Юрия Гагарина. Победителя будут определять с учетом коэффициента населения. Официальный старт акции «Гагарин, поехали!» будет дан завтра в 14 часов во время праздничного митинга. Он пройдет в национальной деревне. Свой гол из-за звания «Космическая столица» оренбуржцы и гости города могут отдать до 27 апреля. Сейчас реклама. Она будет короткой. Не переключайтесь. Продолжаем выпуск «Смелые шаги особых детей». В Оренбурге открылся первый в области специализированный центр для детей-аутистов, которым теперь будут оказывать комплексную медико-психологическую помощь. Медико-психологический центр совершенно бесплатно будет помогать детям с нарушениями развития нервной системы. Комплексное лечение предусматривает обучающую программу для реабилитации ребенка. Направление в центр выписывает педиатр. Самое главное, что будет внедрена четкая цепь по выявлению диагностики таких расстройств у детей. Это будут осуществлять наши детские психиатры, которые находятся в поликлиниках в четырех районах города. И путем скринирования пациентов мы будем сюда их направлять и дальше заниматься их реабилитацией. В лечебном центре оборудованная сенсорная комната. Она служит для того, чтобы активизировать базовые чувства. Зрение, слух, обманяние, осязание, вкусы и вестибулярные рецепторы. Фибродуш «Солнышко». Он состоит из специальных фиброоптических волокон, которые, во-первых, позволяют ребенку вовлечь в игровую деятельность. Также это идет тактильное восприятие, тактильное ощущение, восприятие цветов. Работать с детьми будут детские психологи, психиатры и логопеды. Все они прошли специализированную подготовку в специальных федеральных центрах. В новый дом и старые квартиры в Оренбурге более ста семей поменяют место жительства. Те, чьи дома признаны аварийными, переедут в новые. В каких условиях теперь будут жить оренбуржцы, оценили наши корреспонденты. Совсем скоро ключи от новых квартир получат 120 человек, проживавших в аварийном жилье. Среди них Валентина Григорьевна с седьмого дома по улице Нагорной. Женщина въехала в жилище почти 20 лет назад. И не было дня, чтобы квадратные метры ее не расстраивали. Обои плесневые, туглы сыреют. Я и батареи прибавили мы, когда еще дети маленькие были. И все равно сыро. Женщины, такие как и она, будущие новоселы посетили квартиры, в которых будут проживать. Как отмечают люди, в домах им очень понравилось. Высокие потолки, удобная планировка, просторные комнаты, холлы и лестницы. Ступенки широкие, лестничные, пролет. Прям светлые, хорошо. Это чудеса, конечно. Но не влеча, а действительно такие чудеса. Так можно жить, так можно наслаждаться жизнью и любоваться каждой комнатной. В профильном министерстве отмечают, что в городе задача, поставленная по переселению из ветхого и аварийного жилья, решается. И совсем скоро новоселье справят в пяти домах. Стройка завершена. Жители осмотрели свои квартиры. Критичных замечаний в адрес застройщика или в адрес заказчика высказано не было. Я надеюсь, что к майским праздникам все зависит от погоды сейчас, конечно. Потому что если на Тобольске благоустройство полностью закончено, и туда можно уже заезжать, просто застройщик успел это сделать еще до снега. А здесь, к сожалению, объем слишком большой. И получилось так, что благоустройство сейчас будет заканчиваться. Частично оно уже сделано. И люди заедут сюда уже в сухую погоду, по асфальту. Работа по выявлению и переселению горожан из домов, признанных аварийными, администрация Оренбурга продолжается. Еще 72 семьи ждут ключей от новых квартир по улице Тобольской. Елена Давыдова, Павел Рубанов, Новости дня. Автомобилистам придется еще немного потерпеть. Сегодня дан старт ямочному ремонту на дорогах областного центра. 70% из них, по данным ГИБДД, в Оренбурге не соответствуют требованиям ГОСТ. Сегодня на улицы города вышли 15 бригад. Распределили их по степени сложности объектов. Например, на улицах Восточная и Карагандинская будет работать наибольшее количество групп. Так, в понедельник дождались ремонта дороги на улице 8 марта, Салмыческой, Чкалова, Маршала Жукова и Терешковой. Всего же за время ремонта заделают около 20 тысяч квадратных метров дорог. Предварительно известно, что работы будут проходить в дневные часы и продлятся до майских праздников. Недели полторы, а может быть и две, в зависимости от того, какие будут погодные условия. Если погода будет такая же, как и сегодня, то, естественно, мы будем идти быстрее, максимально быстро, чтобы горожане минимально ощущали какие-то неудобства. Ну и, естественно, будем стараться работать в свободные часы, когда нет часа пик. 102 миллиона рублей выделено на ямочный и карточный ремонт в областном центре. На дорогах Оренбурга работают шесть подрядных организаций. Основной материал – асфальтобетонная смесь. Тем временем в областном Минфине заявляют, что величина дорожного фонда Оренбуржи в этом году останется на уровне прошлогодней, то есть порядка 6 миллиардов и 300 миллионов рублей. Из этой суммы миллиард вновь будет выделено дорожные нужды муниципальных образований. Оренбургу, как наиболее крупному городу, больше всех. Однако в момент начала восстановления дорог после зимы этих денег еще нет, а взять их в долг весьма проблематично. Поверьте, очень хотелось бы даже, наверное, взять и дать, потому что мы видим, что из-за того природного катаклизма, который случился в этом году, с дорогами произошли тоже соответствующие катаклизмы. Для того, чтобы взять в долг, нужно сначала решить у кого. Можно у вышестоящего федерального бюджета, но, во-первых, желающих среди других российских регионов будет много. А во-вторых, области прежде брала бюджетные кредиты. Самой крупной осенью 2010 года для того, чтобы погасить аграриям убытки по засухе. Кроме того, регион брал кредиты в федеральном Минфине и замещал ими кредиты коммерческих банков, так как государство кредитует под символические проценты. В общем, если брать еще, попросит рассчитаться по прежним долгам. За три года нам федеральный бюджет дал 4,5 миллиарда рублей на замещение коммерческих заимствований. И для того, чтобы нарушить эти условия, которые прописаны в трех соглашениях по трех годам, нам нужно сначала вернуть 4,5 миллиарда рублей в федеральный бюджет одномоментно, а потом принимать на себя те расходные обязательства, которые привлекут новые рыночные заимствования. Брать коммерческий кредит и направлять его на дорожный ремонт можно, но процесс этот небыстрый. И опять же, он потребует согласования в федеральном Минфине. По той же причине замещение прежних коммерческих долгов бюджетными. Так что пока в планах областных финансистов займов на дороге нет. Экологической бедой едва не обернулось происшествие в Новосергиевском районе. Там было обнаружено нефтяное пятно. Районная прокуратура, специалисты Россельхоз и природнадзора Федерального агентства по рыболовству устанавливают причину загрязнения и возможный ущерб, нанесенный природе. Разлив, возможно, произошел из проходящего рядом нестепровода. Сейчас устанавливается его владелец и другие потенциальные источники загрязнения. Результаты проб и анализов будут готовы к концу этой недели. Также станет ясен и окончательный масштаб разлива и ущерб. Известно, что нефть попала также в талые воды. Двое школьниц, попавших в ДТП по дороге на Олимпиаду, получили моральную компенсацию. Суд признал незаконными действия Первомайской средней школы, не организовавшей перевозку детей в соответствии с требованиями законодательства. Напомним, авария произошла в январе прошлого года на трассе Оренбург-Илек. В автомобиль, который перевозил двух школьниц и педагога, врезался ВАЗ шестой модели. Как позже станет известно, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Учитель погиб на месте ДТП. Школьниц доставили в больницу. Вина водителя, вылетевшего на встречку, доказана. Его приговорили к трём годам колонии-поселения. Наряду с этим прокурор требовал признать действия Первомайской школы незаконными. Их ученицы перевозились на обычном частном автомобиле. Суд удовлетворил иск к учебному заведению. Пострадавшие школьницы получили 98 и 50 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Многодетная семья осталась без крыши над головой. Произошло это из-за пожара в жилом доме, который случился накануне в областном центре на проспекте Победы. Информация о возгорании поступила около часу дня. В доме проживала многодетная семья. По словам очевидцев, беременная хозяйка дома успела покинуть жильё и вывела 8 детей. Спасать дом остался глава семьи. Мужчина самостоятельно пытался бороться с огнём. В результате он получил серьёзные травмы и ожоги. Отец многодетной семьи госпитализирован. По данным МЧС, пожар тушили около двух часов. За это время огонь повредил стены, перекрытия, перегородки и кровлю жилого дома. Общая площадь 48 квадратных метров. По словам соседей, беременная женщина и её 8 детей на сегодняшний момент в доме не проживают. По нашим данным, в социальные службы семья пока не обращалась. На борьбу с огнём было брошено 5 единиц техники и 13 человек личного состава. Причина пожара пока не установлена. И к культурным новостям. Весна пришла в областной центр вместе с яркими работами оренбургских художников. В выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств открылась ежегодная весенняя областная художественная выставка. Около 60 художников из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Гая, Бузылука, Бугруслана представили более 100 живописных работ практически всех жанров. Наряду с заслуженными художниками России свои работы представили и начинающие, молодые авторы. Студенты художественного колледжа и Оренбургского государственного университета. Возраст у нас самый обширный на областных выставках. Это от совсем молодых до совсем пожилых, так скажем, людей. Можно много говорить о каждом участнике. Но я думаю, что зритель должен побывать на этой выставке и познакомиться с тем, что выставляют наши художники. Работы оренбургских художников удивляют и завораживают, заставляют взглянуть на знакомые с детства пейзажи глазами творца. Выставка будет открыта до 1 мая. Оренбургская надежда вышла в полуфинал чемпионата России. Наша команда в двух матчах справилась со столичным клубом МБА. После победы в Москве мало у кого оставались сомнения в общем положительном для нас итоге. Субботнюю встречу в СКК Оренбурге надежда начала боевой пятеркой. Все три американки Круз и Анойкина. Однако явного преимущества сходу не получилось. Более того, за три минуты до конца первой четверти гости повели 16-12. Это стало их последним успехом. Надежде понадобилось меньше минуты, чтобы показать, кто в доме хозяин. Рывок 7-0 за 57 секунд. И в оставшееся до первого перерыва время еще пять безответных очков. Во второй четверти наши не слишком напрягаясь, чуть увеличили отрыв. А вот после большого перерыва вышли на площадку несколько расслабленными. Чем не применули воспользоваться соперницы, сократив разницу в счете до четырех очков. Пришлось нашим опять включать дополнительные обороты и делать рывок 14-4. В завершающем отрезке встречи оренбуржинки поблажек себе уже не давали. 22-16 и общий счет 86-66 в нашу пользу. Надежда на полуфинал получила своего самого принципиального соперника – Курская «Динамо». Первая игра 21 апреля в Оренбурге. Но теперь все мысли о финале четырех Евролиги. В среду рано утром наша команда вылетает в Стамбул, где 15-го числа состоится, скорее всего, самый тяжелый матч года. На своей площадке нас будет экзаменовать главный фаворит турнира – турецкий Фенербахче. Анатолий Юденич, Роман Боричев, Новости дня. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова